Выставка настоящих произведений искусства. Именно так можно охарактеризовать экспозицию, собранную в центре ИЗО. Порядка сотни экспонатов, среди которых картины, игрушки, предметы декоративно-прикладного творчества, сделаны руками осужденных. Честно сказать, не ожидала. Очень приятный эффект производит. Очень красивые изделия, очень красивые поделки. Безумно красивые картины даже. Ну невероятно, что люди без образования могут так рисовать, могут такие вещи творить. Выбирают лучшие работы члены попечительского совета уголовно-исполнительной системы, заслуженные и народные художники России. Особое внимание экспертов привлекла картина «Боярский свадебный пир 17 века», осужденного из Оренбургской колонии. Работа выполнена в технике выжигания по дереву. Члены жюри даже предположили, что образы бояр художникам не придуманы, а списаны с реальных людей. Все, кто немножко полноватые, это все сотрудники. Эта картина и стала победителем в номинации «Живопись». По мнению экспертов, она соответствует всем критериям оценки. Самый главный принцип – это качество художественное. Естественно, плюс общественное какое-то историческое значение это произведение. Осужденный обращается к исторической теме. Он неравнодушен к этому. Поэтому мы и по качеству, и по трудолюбию мы это отметили. На выставке представлены и четыре работы заключенных, отбывающих наказание в колониях Владимирской области. Вот правда, в этом году в число лучших они не попали. Тем не менее, за участие во всероссийском конкурсе, а до этого они прошли региональный отбор, их авторы станут на шаг ближе к условно-досрочному освобождению. При принятии решения об условно-досрочном освобождении, вернее, подготовке материалов для рассмотрения судом на условно-досрочном освобождении, все это учитывается. Соответственно, и участие, и победа также будет оценено, и в общей характеристике, и в общих материалах найдет свое отражение. То есть он может рассчитывать? Может рассчитывать вполне, если он соответствует всем остальным параметрам. Лучшие авторы получат денежное поощрение по 10 тысяч рублей. К тому же их работы, вероятнее всего, продадут с аукциона, который устраивается среди сотрудников УФСИН и членов попечительского совета уголовно-исполнительной системы. 70% уходит на счет осужденных, которые ту или иную работу сделали. А вообще мы два раза проводили аукционы, один раз продали на 700 тысяч, второй раз на миллион. Всероссийский конкурс изобразительного искусства среди заключенных проводится ежегодно, начиная с 2009 года. Правда, сегодняшняя экспозиция, не успев открыться, сразу же закрылась. Так что владимирцы не смогут оценить творчество осужденных.